Плохой был Янукович и Азаров, согласен, но кто пришел еще хуже. И теперь третий вариант, Белоруссия. Плохой Лукашенко, да, но вместо него придут те, кто сделают как на Украине. Это вот уже политическая история на ваших глазах. Если в 91-м некоторых из вас вообще не было, и даже родители ваши еще не встретились, а то в 14-м многие из вас уже знают, что произошло на Украине. А сегодня 20-й год. Мы знаем, что происходит в Белоруссии. И пока мы не можем дать окончательную оценку деятельности Александра Горьевича, мы не знаем его сокровенные мысли. Конечно, ему хочется остаться главой. Власть такой наркотик, тяжело расставаться. Но он уже понимает, что устоять ему будет тяжело. Почему? Москва больше не даст столько, сколько давала. Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине. Под новое прозападное правительство. А тогда ему места нет в этой системе. Ибо действие, которое совершалось за 26 лет на охране у власти, его будут стараться привлечь к ответственности. И сдать Белоруссию прозападным силам, там они уже создали, Конденсионный совет, и уехать в Москву, как Янукович, ему это не хочется. Поэтому самый лучший выход для него из положения – убедиться в том, что без той большой помощи, которая оказывалась в России, ему не устоять. Тогда нужно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссии войти в состав России. И оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию. И в памяти обоих народов, хотя народ один, это придумали. И посмотрите, Белоруссия, ну это цвет, вот белая рубашка, а у него у кого-то не белая, но она же рубашка. Белые русы. Великоросцы, большой народ русский. Малоросцы, Малая Россия, Украиной назвали почему-то. И Белая Россия, один и тот же народ. Язык один и тот же. Потом из коверки добавят польские слова, австрийские, венгерские и всякие прочие, если бы это в чем-то отличался. А белорусские вообще. Там, где мы говорим «и», они говорят «ы» и так далее. Создание любых органов самодеятельных, связанных с какой-то передачей власти, это присвоение властных полномочий. Это уголовный кодекс плачет по ним. Пожалуйста, они не признают выборы, они подают в суд, они что-то оспаривают. Но это становится подготовка вооруженного восстания. Вот Ленин это сделал. Вооруженное восстание. А здесь уже, учитывая современную демократию, Координационный совет будет рассматривать процедуру передачи власти. Сам факт о том, что они предполагают передавать власть, это наглость, хамство. И, конечно, это будет отрицательно действовать на общественное мнение Белоруссии. Поэтому членов Совета надо предупредить об уголовной ответственности, если будет принято какое-либо решение, связанное с тем, что якобы кто-то им должен передавать власть. Это самозахват, это самопровозглашение власти, это, надо сказать, самодеятельность, которая в государственном масштабе недопустима. Пожалуйста, меняйте вы одежду, меняйте кухню, меняйте диету, машину. Но власть это святое. Выборы, пожалуйста, вас избрали. А если нет документов, подтверждающих ваши полномочия, особенно президентские, то это уголовный кодекс. И я бы им не советовал создавать какие-либо советы. Мы уже знаем солидарность. Но чем кончилось все? Или другие какие-то советы были, фронты были в Грузии, в Литве, в Латвии, в Эстонии. Все это плохо. Это все продолжение Октябрьской революции. А она была преступлением. И нужно везде памятники Ленину, Сталину и всем активистам Октябрьской революции убрать по всему пространству, в мировом масштабе. Чтобы это недопустимо, насильственный захват власти. Как Октябрь 17-го в России или Февраль 14-го в Киеве. Одинакового типа. Ну, Октябрь 17-го, вы не знаете, как там было. Вот пример. Февраль 14-го, вооруженный, с жертвами, незаконное царя принудили подать в отставку, а тогда Керенского принудили бежать из страны. Какая разница? И незаконно захватили власть. Поэтому жаль, что на Украине и Белоруссии нет ЛДПР.